друзья всем привет сегодня 22 июля международный день бокса поэтому всех я поздравляю в москве сегодня на манежной площади проходит большое шоу вот надеюсь на не осень тоже попасть хотел назвать это видео некое такое послевкусие после боя мурат гасиев александр усик и хотел вам сказать свои впечатления от этого боя от организации шоу ну как я уже вам говорил результат для меня достаточно предсказуем потому что прогнозе я уже определил что мой фаворит от александр усик эта тактика которая была избрана им на бой она в общем-то принял принесла свои плоды что было интересно что это было противостояние только двух классных боксеров это было противостояние тренеров с одной стороны это абель санчес тренер геннадия головкина наверно один из лучших на данное время тренеров которые занимаются с профессиональными боксерами и соответственно анатолий ломаченко отец василия ломаченко тренер и украинской сборной украинских атаманов тоже выдающийся стратег который плавно так перешел вместе с сыном из любительского бокса профессиональный достаточно успешно они дебютировали продолжают находиться на вершине на олимпе то что касается самого шоу билеты были наверное распроданы не все треть зала отсутствовала осетия была очень активно представлена но скажу свое впечатление что за александра тоже много болели зрители которые находились зале очень его поддерживали особенно когда уже стало очевидно что в общем то победа в его руках если говорить о стратегии на бой ну без словно александр держал дистанцию работал серийный комбинсом не вкладывался удар и старался не пустить к себе мурата я сделал видео на канале сразу извиняюсь за качество это первое скажем так блин он получился комом поэтому в общем то комментарии слышно достаточно не громко все это делалось на телефон но картинка довольно таки размыто сидел на верхнем ряду поэтому какие-то фрагменты там можно уловить из того что происходило первые несколько раундов по бою вы вероятно уже видели александр держал дистанцию мурат в общем-то пытался сближаться но не активно то есть он пытался продышаться несколько раз он неплохо попадал сближался с александром но вот тема хорош думающий тактически грамотный боксер что может перестраиваться и вот эти все мелкие ошибки на сближение которые в первых раундах в общем-то александр допускал впоследствии они уже им фактически были устранены александр очень здорово уходил на ногах очень здорово закручивал как собственно и должен делать классический левша но и безупречно вот эта работа постоянно под угол на ногах и так далее начиная с третьего четвертого раунда мурат пытался обрабатывать печень потому что в голову не получалось ему попадать соответственно пытался или пробить корпус тем самым немножко остановить соперника уменьшить его скорость пытался пробить печень в левши вы знаете печень находится впереди и соответственно это сделать проще и точно также александр очень грамотно перестраивался каждый шаг мурата он скажем так если не предугадывал то он очень неплохо его к нему адаптировался и уже изменил свою тактику впоследствии третья половина боя сильно уже подустал мурат не только от того что большая дистанция была пройдена но и от того что большое количество ударов накопилось вот эти вот легкие неприятные удары да они не нокаутирующие но вы представляете серийная работа в такой весовой категории один из лучших профессионалов ну наверно на планете накидывает столько ударов в любом случае накапливается сказать что усик деклассировал мурата ну наверно что-то близко к этому я ожидал что бой будет складываться по такой схеме но не думал что с таким колоссальным разгромом отрывом и вторая половина боя наверное вы видели отрезки из видео где бель санчес разговаривает с муратом гасим и мурат говорит что в общем то не получается у нее построиться под александра и соответственно выполнить план на бой еще раз отмечу что александр очень грамотно перестраивался то есть были моменты когда он где-то пускал мурата в первых раундах к себе но и скорость мурата была повыше потом в общем-то успевал перестраиваться что в результате в общем целом привело к закономерному на мой взгляд итогу уверенной победе александра гусика мурата красиво еще все впереди колоссальная поддержка он достаточно молодой я думаю что потенциал очень высокий этого боксера конечно надо работать надо работать над тактикой бокса может быть не мне ему советует но вот прямолинейное движение попытка броситься вперед безударно она в общем-то с такого уровня боксерами как раз и приводит таким результатом который мы с вами видели вот такое послевкусие я честно сказать удовлетворен тем что было очень много звезд геннадий головкин украинских боксеров ребят очень много приехала поддержать российские советские боксеры то есть вот накануне дня бокса огромное количество знаменитостей там находилась министр спорта то есть все бывшие сборники фактически в полном составе атмосфера была очень интересная тоже в отрывках видео и на моем канале и в целом по телевизору вы могли это увидеть друзья будем продолжать делать для вас вот такие обзоры последующих матчей я смотрю что аудитории это интересно будем только тактику рассматривать стратегию технику бокса но и будем делать некие такие обзоры следующих боев поэтому не теряйтесь подписывайтесь на нас приходите к нам заниматься будем рады всех видеть подходим стратегически и тактически к выбору того уровня подготовки который необходим для спортсменов то есть наша школа бокса немножко отличается от других поэтому добро пожаловать всем удачи с праздником бокса